Всем привет! Сегодня я вам покажу несколько очень вкусных рецептов, которые можно применить на все случаи жизни. А перед началом хочу порекомендовать уникальное изобретение наших ребят под названием Бубинг. Это санки, которые надуваются за пару взмахов в воздухе, так что и насос не нужен. Весит всего 2 килограмма, а выдерживает нагрузку аж 200 килограммов. Их очень легко надувать и сдувать, поэтому не возникает проблем с перевозкой, как это было с обычной ватрушкой. Да я и сам пользуюсь таким изобретением, очень нравится. Для первого рецепта нам понадобится огурец, 100 грамм ветчины, сырная нарезка, творожный сыр, свежая зелень, 50 граммов грецких орехов и 2 вареных яйца. Мелко нарезаем ветчину, огурцы, грецкие орехи и зелень. Яйца натираем на мелкой терке, соединяем все ингредиенты и добавляем к ним 3 столовые ложки творожного сыра. Вместо сыра можно использовать майонез, но сыр конечно же полезнее. Хорошо все перемешиваем до получения вот такой массы. По желанию можно еще добавить мелко порезанный зубчик чеснока. Берем сырный ломтик и наносим на него слой полученной массы, толщиной примерно 5 миллиметров. Закручиваем рулетик и разрезаем его пополам. Нанизываем рулетики на шпажки и получаем отличное украшение и очень вкусное угощение. Для следующего рецепта понадобится несколько кусочков куриного филе, 100 граммов твердого сыра, одно яйцо, мука, панировочные сухари, приправа для курицы и соль. Нарезаем сыр на брусочки, филе разрезаем на плоские кусочки и отбиваем молоточком. Посыпаем солью и приправой. Переворачиваем и снова посыпаем солью и приправой. Кладем сыр и заворачиваем рулетик. Заделываем края, разбиваем в тарелку яйцо и хорошо перемешиваем желток с белком. Обваливаем рулетик в муке, затем в яйце, затем в панировочных сухарях. Получаем вот такую палочку в панировке. Когда все палочки будут готовы, переходим к жарке. Ставим сковородку на сильный огонь, наливаем растительное масло и разогреваем его. Выкладываем палочки в масло, обжариваем с одной стороны, затем переворачиваем на другую сторону, снова обжариваем и так далее, чтобы палочки покрылись золотистой корочкой со всех сторон. Готовые палочки снимаем на салфетку. Сверху еще накрываем салфеткой, чтобы избавиться от лишнего жира. В результате получаем вот такие куриные палочки с сыром. В разрезе они выглядят тоже очень аппетитно, а сыр отлично тянется. Корочка у них хрустящая, а внутри нежное филе и очень много сока. Для следующего рецепта понадобится 2 пшеничные лепешки, 150 граммов ветчины, консервированные грибы, помидор, сладкий перец, маринованные корнишоны, зелень и 150 граммов тертого сыра. Нарезаем ветчину на небольшие кусочки. Нарезаем на кружочки помидор, перец и корнишоны. Мелко нарезаем зелень. Выкладываем лепешку на бумагу для выпечки. Посыпаем сыром. Сверху накрываем еще одной лепешкой. Получаем отличную основу для пиццы. В качестве соуса можно использовать ваш любимый кетчуп, распределив его равномерным слоем. Сверху выкладываем ветчину, затем грибы, корнишоны, сладкий перец, помидоры. Обильно посыпаем сыром, затем зеленью. Убираем в духовку, разогретую до 180 градусов на 10 минут. И получаем очень вкусную пиццу, которая готовится очень быстро и просто. Для следующего рецепта понадобится нарезка ветчины, 100 граммов твердого сыра, творожный сыр, огурец, одно вареное яйцо, помидоры черри и грецкие орехи. Натираем на мелкой терке 100 граммов сыра. Вареное яйцо тоже натираем на мелкой терке. Мелко нарезаем огурцы, орехи и зелень. Соединяем все ингредиенты и добавляем к ним 3 столовые ложки творожного сыра. Вместо сыра можно использовать майонез. Хорошо все перемешиваем, наносим слой полученной массы на ломтик ветчины. Закручиваем рулетик и получаем очень аппетитную закуску. Еще рулетики можно разрезать пополам и воткнуть шпажки, так их будет удобнее кушать. Теперь возьмем помидорку черри, разрежем ее пополам, проткнем шпажкой, затем соединим с рулетиком. Получаем уже более красивые рулетики. Для следующего рецепта нам понадобится 500 граммов мяса. Я взял свинину, панировочные сухари, приправа, 2 яйца и соль. Нарезаем мясо на не особо толстые и не особо тонкие брусочки. Добавляем соль, приправу и все перемешиваем. Разбиваем 2 яйца в тарелку и перемешиваем желток с белком. Обмакиваем мясную палочку в яйцо, затем обваливаем в панировочных сухарях. Получаем вот такие палочки. Палочки подготовлены, можно переходить к жарке. Ставим сковородку на сильный огонь, наливаем растительное масло и разогреваем его. Обжариваем пару минут с одной стороны, затем переворачиваем на другую сторону, затем снова переворачиваем, чтобы обжарить со всех сторон до образования золотистой корочки. Готовые палочки выкладываем на салфетку и накрываем еще салфеткой, чтобы избавиться от лишнего жира. В результате получаем своего рода мясные наггетсы. Сверху у них хрустящая зажаристая корочка, а внутри полностью прожаренное мясо. Ребята, а вам какой из рецептов больше всего понравился? Напишите в комментариях. Всем спасибо за внимание и желаю вам приятного аппетита!